С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичек. Александр Цибульский поручил администрации активизировать работу по привлечению в регион федеральных средств. Ряд поручений по конкретным направлениям сформирован в ходе заседания Управляющего совета при губернаторе по организации проектной деятельности в Ненецком округе. Главе округа представлена информация об участии региона в федеральных программах и проектах, а также о финансировании мероприятий из бюджетов разных уровней. Большая часть средств привлекается в регион на строительство, дорожную деятельность и здравоохранение. Всего в 2017 году Ненецкий округ получил 1,2 млрд рублей из вышестоящего бюджета. По мнению Александра Цибульского, возможности участия субъекта в проектах могут быть расширены. Если регион не попадает под федеральное софинансирование актуальных для нас направлений по формальным признакам, малочисленность или статус субъекта донора, значит нужно выходить с инициативой изменения нормативной базы, считает в Рео губернатора Александр Цибульский. В частности, глава региона поручил профильным заместителям оперативно проработать вопросы привлечения дополнительных средств на субсидирование авиаперелетов, строительство и модернизацию школ и домов культуры, охрану окружающей среды. Трассу Сыктывкар-на-Рейнмар передадут в федеральную собственность. Соответствующие документы подготовлены и направлены в Минтранс России руководством Республики Коми. Передача состоится в 2018 году. Как сообщают республиканские СМИ, автомобильная дорога Сыктывкар-на-Рейнмар будет принята Минстроем России без проектно-сметной документации. Сегодня наличие кадастровых документов и приведение дороги к третьей категории качества являются обязательными условиями передачи имущества. Однако ведомство готовит документы по их исключению из списка. Третья категория качества предусматривает определенные нормативы. Это ширина проезжей части более 3,5 метров, обочины, асфальтовое или булыжное покрытие. Скорость движения по таким дорогам не превышает 100 км в час, а транспорт, имеющий нагрузку более 6 тонн, не допускается к проезду. Приводить дорогу Сыктывкар-на-Рейнмар в нормативное состояние будет Минстрой России. Напомню, трассу Сыктывкар-на-Рейнмар строят с двух сторон два региона – Коми и Ненецкий округ. Участок дороги Усинск-на-Рейнмар строит Ненецкий автономный округ. Слишком дорогие и не выполняют свои функции. Комплексы «Безопасный город», которые установлены для снижения случаев нарушений ДТП, неэффективны в борьбе с автонарушителями. Об этом говорили сегодня на заседании комиссии и собрании депутатов по бюджету и экономической политике. Ежегодно на обслуживание аппаратно-технических комплексов из бюджета округа выделяются миллионы рублей. Однако количество нарушений остается практически на прежнем уровне. На обслуживание 12 стационарных комплексов «Безопасный город» запланированы 13 миллионов 639 тысяч на 2018 год. Эти средства необходимы для исправной работы оборудования круглый год. Однако сказать, что они исправно выполняют свою функцию, нельзя. Нарушений скоростного режима меньше не становится. Из дня в день у нас нарушение, фиксация нарушений увеличивается и увеличивается. Штрафы за превышение скорости даже в тех местах, где установлены камеры, ежегодно выписываются на сумму свыше миллиона рублей. Рассматривая смету затрат на содержание автоматических комплексов, у депутат возник закономерный вопрос. Вы предлагаете заложить в бюджете 13 миллионов 600, 39 тысяч рублей. А, нарушений-то не уменьшается в количестве. Значит, это не инфестивное средство предупреждения, получается. Значит, в соответствии с ГИБДД необходимо принимать какие-то другие меры, тем, чтобы снижать количество нарушений. По итогам торгов сумма на содержание комплексов может снизиться. Но совсем отказаться от их эксплуатации невозможно, сказал Алексей Еремеев. Аппаратные установки должны работать в каждом субъекте и содержаться на региональные средства. Полномочия переданы на округ. Независимо от того, сколько мы собираем штрафов, мы будем обязаны эти комплексы содержать. В итоге этот пункт расходов в бюджете департамента на 2018 год депутаты не поддержали. Не набрала необходимое количество голосов и подпрограмма по развитию сети автодорог. Главным образом возникли вопросы по реконструкции улицы Ленина на участке от Виты до въезда на улицу Рыбников. На обустройство этого отрезка дороги департамент предварительно закладывает почти 60 миллионов рублей. Депутаты посчитали эту сумму избыточной и попросили заключения о достоверности стоимости проекта. В целом, бюджет департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта на 2018 год запланирован в сумме 3 миллиарда 261 тысячи рублей. Детальное рассмотрение статьи расходов законодателями будет продолжено. Семьям Ненецкого округа увеличили размер компенсации платы за детский сад и упростили процедуру ее получения. В частности, установлены новые средние размеры родительской платы в муниципалитетах, согласно которым и начисляется компенсационная выплата родителям. Как сообщила в ходе заседания администрации, исполняющая обязанности руководителя профильного департамента Леана Храпова, принятый документ не влияет на фактическую стоимость пребывания ребенка в детском саду, но позволит семьям, среднедушевой доход которых не превышает однократной величины прожиточного минимума, получать компенсацию в 2 и в 1,5 раза выше. Ранее средний размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципалитетах Заполярного района составлял 735 рублей в месяц. В городе и поселке Искатели – 1600 рублей. От этих сумм и рассчитывалась компенсация родителям в процентном соотношении. Если детский сад посещает один ребенок, семье возмещают 20% от средней платы, установленной округом в муниципалитете. Если двое детей – 50%, 3 и более – 70%. При этом фактически родительская плата в городе и поселке Искателей за полный месяц, 21 день, составляет порядка 2700 рублей, в других поселениях – 1600. Благодаря принятым членами администрации Ненецкого округа изменениям, разрыв между фактической платой и средней по региону значительно сокращен. При этом их размер варьируется в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми. Для образовательных организаций, расположенных на территории сельских поселений муниципального образования, муниципальный район, заполярный район, при пятидневной рабочей неделе с 12-часовым пребыванием детей в размере 1600 рублей в месяц. При пятидневной рабочей неделе в 10-10,5 часов пребыванием детей в размере 1400 рублей в месяц. При пятидневной рабочей неделе с 9-часовым пребыванием детей в размере 1300 рублей в месяц. В поселке Искатели на Ринмаре средний размер установлен в размере 2200 рублей за 12-часовое пребывание детей. При пребывании детей в саду 3-5 часов он составит 700 рублей в месяц. В целом компенсация за детский сад для горожан вырастет в 1,4 раза. Кроме того, проект документа упростил и сам порядок получения компенсации. Предлагается скорректировать перечень документов, также представляемых родителями, законными представителями, для получения компенсации, исключив копию документа, удостоверяющую личность родителя, законного представителя ребенка, и справку о составе семьи или выписку из домовой книги. Также изменениями предлагается возложить полномочия по предоставлению справки о размере среднедушевого дохода семьи на государственное казенное учреждение Ненецко-автономного округа отделение социальной защиты населения. Все эти изменения предложены профильным департаментом по обращениям клуба многодетных семей Ненецкого округа. На сегодня компенсацию по оплате перечисляют семьям 500 детей. На эти цели в 2017 году выделено 2 миллиона 800 тысяч. Семьям уже перечислено 1 миллион 200 тысяч рублей. Ирина Цепитова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Узкопрофильные доктора для взрослых с декабря будут работать на час дольше. Взрослая поликлиника Ненецкой окружной больницы с 4 декабря продлит время работы хирурга и травматолога, невролога, уролога и дерматолога до 20 часов. Это позволит жителям региона обращаться к узким специалистам после работы, сделает медицинскую помощь более доступной. Поручение по оптимальной организации рабочего времени врачей амбулаторного приема было дано главой региона в ходе осмотра Ненецкой окружной больницы. Тогда медики и органы власти обсуждали вопрос нехватки помещений для работы некоторых врачей поликлиники и неполной выработки ими положенных часов приема. Сегодня ряд узких специалистов работает в одном кабинете, сменяя друг друга. При этом пациенты зачастую жалуются, что им не хватает существующего времени приема. Как сообщили в профильном окружном департаменте, время приема пациентов увеличится за счет удлинения рабочего дня некоторых врачей поликлиники для взрослых. При этом департамент продолжает прорабатывать альтернативные варианты оптимальной организации приемов для амбулаторных пациентов, например, в новом здании клиника диагностической лаборатории. Мнение охотников Ненецкого округа учтут при определении сроков охоты. Опрос жителей по оптимальным срокам весенней охоты размещен на региональном портале «Народный контроль». Пользователи портала могут выразить свое мнение по разрешающим датам на добычу пернатой дичи – гуся, козарки и селезня. Варианты на выбор сформированы по трем участкам – западному, восточному и центральному. В соответствии с правилами охоты, утвержденными Минприродой России, весенняя охота осуществляется в течение 10 календарных дней. Данный опрос продлится до марта. Его результаты будут приняты во внимание при определении сроков весенней охоты 2018 года. Чтобы стать участником голосования, необходимо заполнить простую форму регистрации на портале и перейти в раздел «Опросы». В 2017 году Департаментом природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого округа было выдано 1800 разрешений на весеннюю охоту. Большой юбилей отмечает образовательное учреждение округа. 85 лет исполнилось Ненецкому аграрно-экономическому техникуму. Учреждение ведет историю с момента образования заполярного региона. Знать историю своего района. Учащийся второй школы готовится к тесту по истории лесозавода. Сегодня Ненецкому аграрно-экономическому техникуму имени Волкова исполнилось 85. История техникума неразрывно связана с историей Ненецкого округа. Сразу же после образования в 1929 году Ненецкого национального округа стал вопрос о подготовке кадров для всех отраслей народного хозяйства, особенно для ведущей оленеводства. В 1932 году была открыта сельхозшкола для обучения кадров оленеводческих колхозов, начальников стад, пастухов, чумработниц. Назвали школу «Совхоз УЧ». За первый год существования она поменяла 4 помещения, сменила 5 руководителей. Не было программ, книг, учебных пособий, были проблемы с бумагой, с питанием слушателей. С 1932 года по 1940 годы школа готовила бригадиров стад, пастухов, работников чума, щитоводов, колхозов с одновременной ликвидацией неграмотности. 30 сентября 1958 года школе присвоен статус техникума. Было два отделения – зоотехническое и ветеринарное. Потому что распределение студентов по окончанию техникума было по округу, по области. Студенты выезжали даже на руководящие должности, несмотря на то, что высшего образования они еще не имели. Многие студенты нашего техникума становились председателями колхозов, директорами даже совхозов, главными зоотехниками. Сейчас техникум готовит высококлассных специалистов самых разнообразных профессий за счет сочетания глубокого изучения студентами теоретических курсов с практической работой и реальными научными исследованиями. Накануне юбилейной даты Ненецкий аграрно-экономический техникум вошел в число 100 лучших СУЗов России. Ки для бильярда, скамейки для театра, прилавки для магазинов и многое другое. Такую разнообразную продукцию в расцвет своей деятельности выпускал лесопильный завод Стелла Палари. Об этих и других интересных фактах сегодня на лекции со своими учениками поделилась учитель истории школы лесозавода. В исторический экскурс отправилась и наша съемочная группа. Оказывается, большинство людей, проживающих в поселке, в поселке лесозавод и Мирный, это люди родом из Мизени, из Голуби. А как они здесь оказались? Ольга Коткина, учитель лесозаводской школы, знакомит своих учеников с историей лесозавода. 114 лет назад товарищество Стелла Паляри открыл норвежский подданный коммерсант Мартин Ульсен. Место в низовьях реки казалось перспективным. По Печоре было удобно сплавлять лес Донаринмара с делянок в коме, а морской путь открывал дорогу в иностранные порты. Предприятие получилось выгодным и технически продвинутым. Уже в 1904 году цеха освещались электрическими лампочками. В 1905 на средства для рабочих и служащих завода была построена церковно-приходская школа, училище, чайное, почтовое отделение. В 1913 заработал самодеятельный театр, появилась бильярдная. Даже в годы войны лесозавод не переставал работать, выпуская не только пиломатериалы, но и готовую продукцию. Например, в годы войны, в 1941 году на лесозаводе выпускали следующую продукцию. Двери, комоды, прилавки для магазинов, стулья, койки, рамы оконные, фобы, диваны, табуретки. В то время не было магазинов, негде было купить. И поэтому всё изготавливалось, мебель, игрушки, даже кубы для детского сада изготавливали на лесозаводе. Рассвет лесозавода пришёлся на советский период, особенно на 70-80-е годы. В те времена там трудились 2000 человек. В 2010-м Стеллополярь прекратил своё существование. Чтобы история одного из некогда крупнейшего предприятия жила не только в памяти его ветеранов, во второй школе ежегодно проводится экскурс. Ведь многие ученики – это потомки тех людей, кто стоял у истоков становления завода. Среди них и Валерия Шутковская. Моя бабушка работала на лесозаводе 36,5 лет. Она работала и на производстве, и в отделе кадров. Она очень любила свою работу. И вообще она в коллективе, в своём рабочем коллективе была очень важной личностью. Она, так скажем, заводила женского коллектива. Действительно, Эльза Шутковская до сих пор энергичная женщина, несмотря на возраст. Недавно она вместе с другими ветеранами отмечала большое событие – открытие памятника работникам лесозавода. Мы, конечно, очень-очень рады, что наконец-то у нас появился свой памятник. Наша доска очень-очень ценилась на экспорте. В основном мы ездили, за границу у нас уходила. Поэтому мы рады, что мы работали на таком прекрасном, большом коллективе. И до сих пор помним всё до мелочи, как пришли, как ушли. Сегодня такие же ветераны предприятия, как Эльза Шутковская, пришли поделиться своими воспоминаниями о трудовых буднях с учениками второй школы. Именно они и стали инициаторами памятной встречи. Ведь она поможет успешно сдать тест по истории лесозавода. Он состоится на следующей неделе. Победителя уже ожидает ценный приз. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В Ненецком округе завершён приём заявлений от выпускников школы и учреждений профобразования 2018 года, а также выпускников прошлых лет для сдачи итогового сочинения. По предварительным данным профильного окружного департамента, сочинение намерено писать 262 человека. Изложение – один школьник. Испытание, которое является допуском к итоговой аттестации, состоится 6 декабря. Дату определило Министерство образования и науки России. Дополнительные сроки 7 февраля и 16 мая 2018 года установлены для выпускников текущего года, не явившихся на сочинение по уважительной причине или получивших незачёт. Также в эти дни ждут выпускников прошлых лет и студентов, не принимавших участия в написании сочинения в основной день. На подготовку к сочинению у ребят есть ещё 12 дней. В текущем учебном году выпускники будут писать сочинения по четырём основным направлениям – верность и измена, равнодушие и отзывчивость, цели и средства, смелость и трусость, человек и общество. Непосредственно темы сочинений в рамках этих направлений станут известны выпускникам за 15 минут до начала экзамена. На выполнение творческой работы ребятам будет отведено 3 часа 55 минут. Как поясняют в Департаменте образования, культуры и спорта, задача итогового сочинения состоит в том, чтобы выявить уровень речевой культуры выпускника, его начитанность, личностную зрелость, умение рассуждать с опорой на литературный материал по избранной теме. Результатом итогового сочинения или изложения является зачёт или незачёт. Выпускники текущего года будут допускаться к сдаче единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена только при условии, если они получили за сочинение зачёт. Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости вы можете также на нашем сайте по адресу www.trk.sever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...